Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 1 января. Первая наша с вами встреча в новом году. И как обычно я начинаю ее с напоминания о том, что продолжается сбор средств для волонтерского фонда «Незламные сердца» на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Война продолжается, значимость дронов растет и их потребность для линии фронта, конечно же, растет. И мы с вами помним наш главный девиз, что дроны как патроны, их много не бывает. Ну а теперь непосредственно об оперативной обстановке. И начну я не совсем радостной вести. Сегодня в Киеве объявлен день траура. Да, 1 января у нас начинается год с траура. По погибшим в результате ракетно-шахедного удара, который нанесли расширские оккупанты 29 декабря. Сегодня количество жертв, до сих пор проводится спасательная операция, до сих пор разбираются еще завалы в некоторых частях Киева. И из-под завалом спасатели достали еще 4 тела погибших. Об этом сообщает Киевская городская администрация. Итого, общее число погибших 29 декабря в Киеве, только в Киеве, 27 человек. Пострадавших 30 человек. И еще раз повторюсь, поисковая спасательная операция продолжается. И враг не оставляет попыток в том, чтобы продолжить террор или геноцид нашего народа. Причем я сегодня представлю доказательства, что они заранее планируют удары по гражданским объектам и вносят их в список целей. Даже сейчас, когда записывается этот ролик, три группы шахедов движутся с северо-восточного направления вглубь Украины, это в Полтавской и Сумской области. Три группы шахедов заходят в воздушное пространство Украины. А в новогоднюю ночь, как всегда мы начинаем с прошедшей ночи, в новогоднюю ночь враг применил рекордное количество ударных беспилотников типа шахед-136-131. Атака осуществлялась волнами по четырем направлениям с мыса Чауда и с района населенного пункта Балаклава, это временно оккупированный украинский Крым, из-под Курска, из Приморска-Ахтарска. Всего было зафиксировано пуски 122 воздушных целей. Генштаб дает 90 в своей сводке. Это то, что касается ночи. А предрассветная атака добавила еще 32 цели. В результате максимальное количество групп, которые были сформированы из этих шахедов, то есть они не летели все один за другим гуськом или огромной стаей сразу. Нет, было 14 групп. При этом практически каждая группа имела свой маршрут. Чем усложнялось? То есть они при входе в воздушное пространство Украины, эти группы отдельно разбредались по тем маршрутам, которые в них были заложены. А маршрутов было довольно много. Это осложняло их перехват, потому что надо было не потерять из виду эти шахеды. Это была самая длинная атака дронов Камикадзе, типа шахед. Атака длилась 14 часов. Маршруты дронов достигали, с учетом маневрирования в воздушном пространстве Украины, маршруты дронов достигали длины тысячи километров. До тысячи километров. Основные города, которые были целями этого налета, это была Одесса. Причем там лупили по жилым домам. Горели многоэтажки. Есть погибшие и раненые. Днепр, Херсон, Кривой Рог, Запорожье, Львов, Одесса. Львов. В Одессе так вообще вхождение дронов Камикадзе в воздушное пространство над городом пришлось ровно на полночь. То есть, когда жители Одессы хотели встретить Новый год, они встретили воздушную тревогу и в шахеды вошли в воздушное пространство Одессы. Всего над Одессой и Одесской областью было сбито 28 шахедов. Новогоднюю ночь удалось уничтожить рекордное количество вражеских беспилотников. 87. Это из тех 90, которые были запущены в течение ночи. Утренняя атака, которая еще была 32, там уничтожено 80% дронов. Она просто добавила. Последствия ночной атаки, краткие последствия по территории Украины, Одесса, прямые отколочные попадания в жилые дома, один погибший, 9 раненых, Львов, враг попал в два объекта национальной памяти. Вот это доказательство того, что они заранее вносят в список целей координаты гражданской инфраструктуры. Университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича в Белогорщине. Это культурные ценности и музей, а университет это учреждение образования. Но шахеды прилетели именно туда, значит координаты этих объектов были заложены в них. Значит они заранее знали, куда должны прилететь эти шахеды. Это еще раз подтверждает совершение военного преступления со стороны рашистского командования. Днепропетровщина. Пять шахедов уничтожили в Днепровском, Синельниковском, Московском и Каменском районах. В Днепре в самом вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Произошло возгорание. В течение часа пожарным удалось потушить огонь. В Пятихадской общине, Каменский район, полторы тысячи семей оставались без света из-за беспилотника оккупантов, который зацепился за линию электропередач. Экстренные службы вынимали этот беспилотник и восстанавливали электроснабжение. Вот такую новогоднюю ночь нам устроила Рашистская Федерация. При этом предыдущий, я вам уже сказал, что сегодня в Киеве день траура, по предыдущему обстрелу. И я так понимаю, что пока Иран регулярно поставляет дроны, это будет главный способ террористических атак со стороны Рашистской Федерации по территории нашей страны. Про Белгород и другие атаки, и про Совет Безопасности ООН, который проходил накануне, или в новогоднюю практически ночь, я расскажу чуть позже. Как там, как Россия пыталась подменить понятия, но уже не получается, уже никто не боится России. Вот что самое главное, вывод, который можно сделать. Уже открыто в лицо, по спреду России, говорят о тех преступлениях, которые совершает Рашистская Федерация в Украине. Ну а теперь перейдем к линии фронта. Линия фронта остается довольно напряженной, но надо отметить, что есть стабильность на протяжении нескольких суток, есть стабильность в интенсивности боевых действий. Да, остаются участки, где она наиболее горячая, но в общем, по линии фронта, количество боевых столкновений держится примерно на одном и том же уровне. За прошедшие сутки было 55 боевых столкновений. Враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов. Совершил 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вблизи линии фронта на всю глубину досягаемости его огневых средств. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и есть разрушение как жилого фонда, так и другой гражданской инфраструктуры. Кстати, здесь надо отметить, что на сегодняшний день особого дефицита в боеприпасах рашистской артиллерии не испытывает. Скорее всего, это связано с тем, что Северная Корея предоставила не только миллион снарядов, которые там ездил, выпрашивал Шойгу осенью прошлого уже года, но еще полмиллиона. В общей сложности еще 500 тысяч боеприпасов сейчас передает, ну я думаю, это Китай, Китай, потому что у Кореи не может быть такого количества запасов боеприпасов, это раз. И второе, что Ким Чен Ин, лидер Северной Кореи, постоянно говорит о том, что надо готовиться к войне, а это значит, надо накапливать боеприпасы, а не раздавать. И что надо быть готовым к тому, чтобы в любой момент уничтожить Южную Корею и Соединенные Штаты. Это, кстати, его последнее, чуть ли не новогоднее заявление, лидера Северной Кореи. Ну вот Россия получает еще полмиллиона боеприпасов для ведения боевых действий. Своих боеприпасов им катастрофически не хватает. Поэтому они пока еще вытягивают, огневое поражение вытягивают на вот этих поставленных боеприпасах. Авиационные удары российская авиация наносила в основном Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском направлениях тоже в принципе обстановка тяжелее, потому что и авиация работала в прошедшие сутки во всех трех областях Черниговской, Сумской и Харьковской. И артиллерия вражеская тоже работала по нашей территории. Наша артиллерия вела контрбатарейную борьбу. Мы проводили контрдиверсионные деятельности по недопущению проникновения ДРГ противника на нашу территорию. К сожалению, враг продолжает сохранять военное присутствие вдоль нашей государственной границы. И совершать вооруженные провокации по нашей территории с попыткой захода ДРГ на нашу территорию с целью недопущения перебрасывания войск на другие оперативные направления. А это сейчас довольно важно как для нас, так и для врага. Для них, чтобы мы не усиливали свои боевые потенциалы, а для нас, чтобы как можно сильнее нанести ущерб врагу в его ликвидации. Далее идет зона ответственности группа войск Хортица. И это уже линия фронта. Начинается она с Купенского направления. Здесь наши защитники отбили 11 атак врага вблизи населенного пункта Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Где противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону. Вот институт изучения войны американский дополняет сведения с Купенского направления. Они говорят, что 31 декабря наши войска продвинулись к юго-востоку от Купенска и продолжили позиционные бои с российскими войсками на линии Купенск с Святое Кремельная. Купец Сватова Кремельная, говорится в сводке Американского института изучения войны. Ну и также российские военкоры тут же подтвердили эту информацию, заявив, что украинские силы контратаковали возле населенного пункта Орлянка, это к юго-востоку от Купенска, и добились частичного успеха. Хотя институт этого не подтверждает, это есть утверждение со стороны российских военкоров. Также российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купенска, в районе Сеньковки, к юго-западу от Сватова, в районе Макеевки и к юго-западу от Кременной, в районе Дебровой и Серебрянского лесничества. Но это уже лиманское направление. Кстати, на лиманском направлении там за прошедшие сутки особых штурмовых действий не было, но вот надо отдельно остановиться, на мой взгляд, на боевых действиях в районе Деброва. Там за несколько дней произошло несколько таких неординарных событий. Ну, я вам рассказывал уже в последнем выпуске прошлого года, я вам рассказывал о том, что группа расширских бронетехники прорвалась в наш тыл, но они не прорвались, они заблудились и попали в наш, заехали за наши позиции. Были своевременно обнаружены и там наши войска устроили для них ловушку. Назад ни одна машина, ни одна бронемашина не вышла. Все машины были уничтожены. Сейчас произошло, в прошедшие сутки произошло еще одно неординарное событие. Они перепутали позиции и выбросили десант на свои же позиции. Российский десант штурмовал позиции российских войск в районе Деброва. А потом еще это все вместе они накрыли артиллерией. Вот такая вот организация и планирование боевых действий и результат мы наблюдаем на поле боя. Наши военные в основном наблюдали за этой кровавой мясорубкой, которую расширское командование устроило для своих военных. Ну, кстати, Лиманское направление, я вам напоминаю, там 25-я общевойсковая армия, которая практически полностью состоит из мобилизованных, причем и офицерский состав в том числе. Армия не проходила боевого слаживания, армия не проходила полного цикла обучения личного состава. Ну и, соответственно, кстати, у них не первая такая неудачная организация ведения боевых действий. Они когда начали активное наступление в районе Серебрянского лесничества, они понесли огромные потери. В результате наступление довольно быстро захлебнулось, было свернуто. И армия перешла в такие, будем говорить, локально атакующие действия на отдельных участках Лиманского направления. Сейчас такие же попытки возобновить наступление на Лиманском направлении, для того, чтобы перебить или прикрыть перегруппировку войск на Купинском направлении, потому что там они понесли очень существенные потери, особенно в технике и личном составе. Они решили, пока Купинское перегруппировывается направление, Рашистское командование решило на Лиманском возобновить боевые действия, активизировать их. Вот такой вот результат в районе Дебровой. Сначала потеряли заблудившуюся бронегруппу, довольно большую, по количеству техники. Теперь вот они устроили бойню между собой в районе населенного пункта Деброва. Вот так воюет на этих направлениях враг. Далее у нас с вами идет Бахмутское направление. Тут наши воины отбивали атаки в основном в районе Богдановки, Андреевки. Это были самые горячие места и враг 10 раз атаковал наши позиции. 10 раз. Все атаки были отбиты и успеха врагу не принесли. Враг, поднеся потери, откатился на исходные рубежи. Да, продолжаются бои в районе Клещевки. Господствующая высота 215,7 находится под нашим контролем. Бои за эту высоту продолжаются. Зона ответственности группы войск Таврия. Авдеевское направление. Здесь наши защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить населенный пункт Авдеевка. Мы устойчиво держим оборону. Там у нас в принципе туда зашла, но это уже еще в середине декабря зашла танковая группа для поддержки нашей пехоты. И ситуация складывается следующим образом. На северном фланге от Авдеевки, в районе Степнова и самой Авдеевки, четырежды враг пытался атаковать наши позиции безуспешно. И в районе Первомайского и Невельского 14 раз враг пытался атаковать наши позиции. Линия фронта на Авдеевском оперативном направлении не изменилась ни на метр. Причем надо отметить, что вот на таких горячих точках, как Авдеевское направление, коэффициент потерь достигает 1 к 10. 1 к 10, некоторые источники даже дают 1 к 12. Такие огромные потери несет рашистская армия, в частности на Авдеевском направлении. Далее, Марианская, кстати, и вот это может способствовать на Авдеевском направлении самое большое количество дезертировых отказников. Это вот те 5 тысяч, это официально зарегистрированных и тех дел, которые находятся в производстве. Вот, я вам рассказывал то, что мы узнаем из достоверных источников. А сколько бегает по лесам, которых ловит 34 тысячи росгвардейцев на оккупированных территориях, тут цифра будет, на мой взгляд, намного больше. Марьинское направление. Тут наши защитники продолжают сдерживать захватчика в районе Новомихайловки Донецкой области. Там отбито 4 атаки. Положение в Новомихайловке очень серьезное. Я бы даже сказал на уровне критического. Но, тем не менее, даже в таких тяжелейших условиях мы продолжаем удерживать населенный пункт. Мы продолжаем отбивать атаки расширских войск. Шахтерское направление. В районе Урожайного враг попытался атаковать наши позиции, но понес потери и отошел на исходные рубежи. Линия фронта на шахтерском направлении остается без изменений. Заворожское направление. Здесь украинские воины отбили 5 атак россиян. В основном вблизи Работиного и южнее Новодаровки Запорожской области. То же самое линия фронта остается без изменений. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Ну и остается у нас с вами зона ответственности группы войск Одесса. Херсонское направление. Силы обороны Украины продолжают здесь мероприятия по наращиванию плацдарма на левом берегу. И по возможности его расширения. Тактическая авиация не работает. Вражеская на херсонском направлении до сих пор. Ну они, я так понимаю, что в ближайшее время вряд ли они там заработают. Потому что они не понимают, что могло, какой вид вооружения так успешно мог завалить 5 самолетов за 7 дней. И, видимо, они, также разведка докладывает, что нецелесообразно. А может быть и летчики. Я вам говорил, да, что был перехват из бригады бомбардировочной авиации ВКС РФИ. Где было ЧП под кодовым названием, соответствующее переговорной таблице, что отказ от выполнения боевого задания. То есть пилоты отказываются лететь на херсонское направление. Да, к сожалению, они перебрасывают авиацию на другие направления. Но здесь, благодаря отсутствию тактической авиации, здесь благодаря тому, что мы стараемся максимально обеспечить необходимым и артиллерию на херсонском направлении. И нашу воздушную, если можно так сказать, аэровоздушную армию. Я имею ввиду операторов дронов необходимым количеством этих дронов. Опять же, мы возвращаемся к их необходимости. То за счет этого мы довольно успешно жгем технику врага и отбиваем все его атаки. Информация подтверждается, что скорее всего будет сейчас перегруппировка 104 дивизии. Потому что два полка сточились до потери боеспособности парашютно-десантных. Их сейчас будет выводить из боя. Ну, не знаю, как это повлияет дальше на ход боевых действий. В поддержку, я рассказал, действительно подтверждается формирование вот этих штрафных рот. Из числа отказников и дезертиров, которых поймали. Теперь их, да, теперь их со всей оккупированной территории свозят на херсонское направление. Кстати, в Крыму на мосту, на пересечении моста, точнее на въезде на Крымский мост усилили комендантскую службу по проверке документов. Проверяют все, багажники, машины. Потому что дезертиры, которые убегают на территории Крыма, пытаются вернуться, правдами и неправдами, вернуться в Российскую Федерацию. И на паромной переправе. То же самое ужесточили меры комендантской службы по контролю над пересечением Украина-российской границы. Так, потому что Крым это территория Украины. Как бы расшисты не крутили, как бы они не хотели, но это остается фактом, юридически это Украина. Далее. 13 штурмов было предпринято вражескими войсками на левом берегу Днепра, для того, чтобы попытаться прорвать нашу оборону и оттеснить наши войска ближе к Днепру. Ни один из штурмов не уменьшался успехом. Наоборот, враг несет огромные, колоссальные потери на левом берегу Днепра, в районе наших плацдармов. И мы продолжаем удерживать эти плацдармы и наращивать их боевую мощь. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники врага, 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления войсками Рашистской Федерации. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 780 оккупантов, в технике и вооружении в танках 6 единиц, в боевых бронированных машинах 17 единиц, в артиллерийских системах 18 единиц, в средствах ПВО 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 66 единиц, в автомобильной технике 38 единиц и в специальной технике 9 единиц. Кстати, там я видел в комментариях, высказал один зритель большое сомнение, даже там взял калькулятор, начал умножать, сколько танков в среднем уничтожается в сутки и что мы давным-давно за эти 23 месяца войны, мы давным-давно уже уничтожили не один комплект. Второй комплект, мы сейчас заканчиваем второй комплект, боевого состава вооруженных сил Эрефии. Да, 3650 танков было в боевом составе вооруженных сил Эрефии на момент массированного отторжения в Украину. Но вы забываете, адепты русского мира, что на складах мы насчитали с помощью западных разведок 22,5 тысячи, из них порядка где-то 14 тысяч, это более-менее машины, танки, которые можно вернуть в строй. Все остальное, скорее всего, уже вряд ли будет подлежать восстановлению. Это предположительные оценки. Так вот, я хочу сказать, что количество танков в расистских войсках, в группировке войск, которые находятся на территории Украины, оно пополняется именно за счет этих запасов. И да, действительно, уже заканчивается второй комплект. То, что еще встречается в рядах оккупационных войск, встречается и Т-80БВМ, и Т-72Б3 версия, и Т-90М прорыв. Это говорит еще о том, что эти машины, более современные машины, держатся в основном в резерве. Их пускают в бой только, только когда хотят нарастить усилия. А так, 72-ка, 80-ка становится основным танком. БТР-80, БТР-70 тоже появляются на линии, даже уже был замечен БТР-60. Танки были замечены и Т-55, которые используются в качестве огневых точек, долговременных огневых точек, в оборудовании, в оборудовании или построении вот этих вот линий обороны. И на отдельных рубежах. Так что, да, мы прекрасно понимаем, что танков в Российской Федерации еще много. Поэтому не удивляйтесь, что их так выжигают, а они все есть и есть. Ну, кстати, и количество, укомплектованность батальонов и количество танков на оккупированной территории Украины, оно постепенно уменьшается. То есть, разрыв, даже по танкам, вот то, что я говорил по личному составу, вчера и позавчера, что разрыв начинает увеличиваться между возможностями мобилизационной системы в режиме такой необъявленной мобилизации на сегодняшний день. Поэтому возникает дефицит. Дефицит личного состава, дефицит техники. Мы видим по укомплектованности и частей, и тем, и другим. Есть отличия, есть особенности в организации ведения боевых действий. И то, что я вам говорил, кстати, начинается передислокация бригад с бахмутского направления на авдеевское направление. Потому что усиливать авдеевское направление больше нечем. А при такой интенсивности потери количество личного состава, действующего на этом оперативном направлении, резко снижается. Резко. Ну что ж, вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И такая сложилась военная обстановка. Ну а мы с вами поговорим пару слов, скажем, о военно-политической обстановке, которая складывается в нашей стране и вокруг нее. Ну и начнем мы, наверное, с новостей из Запоребрика о том, что санкции бессильны, как заявляли представители рашистского политического руководства. Но, как бы санкции не были бессильны, экспорт российского газа рухнул до уровня 1985 года. Именно рухнул. По итогам 2023 года газовая монополия «Газпром» продала на экспорт около 69 миллиардов кубометров газа. Это минимальный объем продаж с 85-го года. Об этом сообщает Reuters. По сравнению с 2022 годом, в 2022 году «Газпром» продал 100 миллиардов кубометров, 101 почти, 100,9 миллиарда кубометров газа. Объемы прокачки газа за рубеж сократились еще на треть. А если сравнивать с довоенными уровнями, то втрое сократились объемы прокачки газа. Поставки в Европу упали до 28 миллиардов кубометров. Это уровень второй половины 70-х годов. Китай в уходящем году закупил по трубопроводу «Сила Сибири» рекордные 23 миллиарда кубометров. Это, впрочем, компенсировало лишь одну восьмую от былого экспорта в Европейский Союз. Ранее, до войны Российской Федерации против Украины, объемы прокачек составляли только в Европейский Союз 180 миллиардов кубов. Тут бы я еще добавил, наверное, если бы мы перекрыли свою газотранспортную систему и прекратили прокачку арашистского газа через нашу газотранспортную систему, то объемы еще бы упали в два раза. Не 60, а было бы еще меньше. Минус 28 миллиардов, которые Европа сегодня потребляет по нашей трубе. Вот такая вот гибридная война. Но, тем не менее, все равно Газпром приближается, объемы продаж падают и Газпром приближается к своему логическому сворачиванию. Украинская IT-армия остановила работу крупнейшего производителя платежных терминалов в Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство цифровизации Украины. Это произошло за два дня до Нового года, и у многих жителей крупных городов начались проблемы с платежными картами. То есть терминалы не принимали платежных карт. И происходили сбой, и граждане РФ могли рассчитываться только наличкой при работающих кассах, если кассы не зависели от терминалов. Вот такой вот новогодний сюрприз при покупке новогодних подарков и приготовлению к празднованию Нового года. Армия IT Украины сделала для Российской Федерации. Далее, воздушные силы. Командующий воздушными силами Николай Алищук привел очень интересную статистику по работе наших сил, воздушных сил в комплексе. А именно, статистика говорит о том, что мы вышли на цифру 85% по сбитию ракет и беспилотников, которые запускает Российская Федерация. То есть из 100 только 15 могут достигнуть своей цели, а остальные мы сбиваем. И силы обороны уничтожили 1709 ракет разных типов, начиная с 24 февраля 2022 года. Среди них, если брать по категориям, то крылатые ракеты дозвуковые типа Х-101, Х-55, Х-55, выпущенные Россией, выпущенные Российской Федерацией по Украине, 1360 ракет, уничтожено 1045 ракет. Калибры, это тоже дозвуковая крылатая ракета, выпущено 834 ракеты, уничтожено 397 ракет. Искандер-К, это все крылатые ракеты, выпущено 154 ракеты, уничтожено 62 ракеты. Ударные беспилотники типа Шахет, выпущено 3940, уничтожено 3095. За все время войны авиация воздушных сил совершила более 16 тысяч самолетов-вылетов. Из них 7600 самолетов-вылетов на огневое поражение противника и еще 8600 вылетов на истребительное авиационное прикрытие. То есть это были либо воздушные бои с авиацией врага, либо боевая работа по уничтожению воздушных целей, тех же крылатых ракет и шахедов. Очень часто в сводке говорится о применении истребительной авиации для их уничтожения. Далее, теперь вот о Белгороде немного и о Харькове. По Харькову был нанесен удар, попали в гостиницу Харьков Пелос и расширское командование заявляет о том, что там было уничтожено руководство Главного управления разведки. Плюс там спецназ ГУР был наш и 200 иностранных наемников. Что самое интересное, даже граждане РФ высмеяли эти заявления Министерства обороны в социальных сетях. Судя по реакции, по лайкам, они просто смеялись над тем, какой бред несет их военное командование. И вот вам реальное доказательство тому, что там не было ни одного военного. Это коммерческая гостиница. Там размещались гости города Харькова. В частности, журналисты немецкого телеканала CDF пострадали в результате расширских обстрелов города Харькова. Семь сотрудников телекомпании находились в отеле Харьков Палас, по которому был нанесен ракетный удар расширстами 20-30 декабря. В то время, когда по отелю был нанесен удар, это официальное заявление телекомпании CDF. Наш переводчик, украинский переводчик, получил серьезные травмы, также ранен охранник. По данным CDF, Харьков Палас отель, в котором в основном пользуются журналисты, которые приезжают работать в город Харьков. Еще раз говорю, это коммерческая организация. Там не было ни одного военного. Тем более, сколько уже можно говорить, что нет у нас иностранцев на территории Украины, инструкторов, наемников. У нас есть бойцы вооруженных сил Украины, иностранного гражданства, которые официально заключили контракт и воюют в составе интернационального легиона вооруженных сил Украины. Но они воюют на фронте. Они не сидят по лакшери-отелям и не отсиживаются в тылу. Они все на фронте, они все на передовой. Вот такой вот диссонанс. Что касается Белгорода, то заседание Совбеза ООН, которое экстренно созвала Россия, чтобы осудить Украину в военных преступлениях, получилось позором и фиаско самой Рашистской Федерации. Почему? Потому что, ну, во-первых, как я уже говорил, никто не боится Эрефию. Даже, даже, несмотря на все заявления представителей Эрефии, в запугивании, прямом запугивании, там, Чехии грозились неприятностями, Украине грозились неприятностями, что будут тяжелые последствия. До этого они финнам угрожали тяжкими последствиями. Уже никто не обращает на это внимания. Они им в лицо высказывают, что они убийцы и они агрессоры. Количество, кстати, представитель Эрефии проговорился, ну, это называется оговорка по Фрейду. Он сказал, если бы не работа ПВО Белгорода, то жертв среди гражданского населения не было бы. Вот, даже в этом они прекрасно понимают, как они извращают кадры, точнее, факты и информацию. И, кстати, на том видео, спасибо военкорам расистским в очередной раз, те видео, которые выкладывались в соцсетях и на других источниках расистских военкоров, четко видно, что ракеты ПВО, которые пускали расистские войска, падали в городе и взрывались в черте города. Вот вам ответ на вопрос, что и откуда. Ну и, понимаете, в чем, как бы, цинизм и вообще идиотизм этой ситуации в том, что расистское руководство и вот такие вот постоянные представители в ООН, они даже не могут построить причинно-следственную связь, что если вы выведите войска, то этот весь кошмар прекратится. И никто не будет ни по ком стрелять. Прекратится война. Ведь вы первопричина того, что сейчас происходит. Вторжение расистских войск в Украину и оккупация нашей территории, это первопричина тех бед и страданий, которые вы несете людям. Вот такое вот. И, соответственно, оно ничем не закончилось. Это заседание совбеза ООН. Ну, будем так сказать, высказали расистским представителям все, что они заслужили. И фактически на этом разошлись. Чехия вообще заявила, что в дальнейшем они не готовы принимать участие по обсуждению вот этих бредовых плачей Ярославны, которые там изображают расистские представители в совбезе ООН. Еще хотел бы отметить несколько новогодних обращений, которые делали поздравления к своим гражданам, которые прозвучали в разных странах. Ну, Си Цзепинь в новогоднем обращении заявил, что воссоединение Китая с Тайванем – историческая необходимость. То есть, практически это задачи на Новый год, которые ставят перед собой руководство той или иной страны. По словам лидера КНР, Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая его одной из своих провинций, а не автономий. Си Цзепинь сообщил, что соотечественники по обе стороны пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения. То есть, Китай будет делать все, чтобы Тайвань перешел под полную юрисдикцию Пекина. Скорее всего, я думаю, что это будет выражаться дипломатическим путем. На мой взгляд, с точки зрения военной, я думаю, что Китай не готов сегодня к открытому военному противостоянию. Или вообще к открытой войне или к вооруженной агрессии. Слишком еще мало сил у китайской армии. Тем более, что Тайвань снабжается оружием намного лучше, чем мы, и намного более современным. И для Китая, если идти, то надо идти со 150% гарантией, что он победит. Если хотя бы 1% есть сомнений, Китай вряд ли решится на силовую операцию против Тайваня. Хотя, логика, что в Китае больше присутствует логики в его действиях, особенно в международной политике, чем, допустим, в Рашистской Федерации. Это с РФ очень тяжело ориентироваться, тяжело делать прогнозы, потому что могут быть действия абсолютно непредсказуемые. Джо Байден обратился дополнительно к Конгрессу Соединенных Штатов с тем, что и попытался еще раз довести, как до членов Конгресса, так и до простых американцев, что на сегодняшний день помощь Украине это вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов. Это вопрос геополитического положения Соединенных Штатов в мире. И, в принципе, есть отклики среди конгрессменов. Посмотрим, как это будет выражаться. Дело в том, что у них 8 января заканчиваются каникулы, рождественские каникулы. И 9 января Конгресс начинает свои рабочие заседания. С 9 по 16 января уже запланированы дебаты по этому законопроекту о выделении макрофинансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также Тихоокеанскому региону. Там цифра последняя была 106 миллиардов, теперь там вроде бы обсуждается 112 миллиардов общий пакет финансовой помощи на общую сумму 112 миллиардов долларов. Проголосует или нет, думаю, что какое-то решение должно быть. Может быть не в полном объеме, но проголосует, мне так кажется, потому что там же 17 января истекает срок временного бюджета Соединенных Штатов. И чтобы не наступил очередной шатдаун, они будут вынуждены еще и рассматривать бюджет США на текущий год, уже на текущий год, такого давно уже не было, когда так задерживали бюджет Соединенных Штатов, который будет включать в себя и вот эту помощь, которую они собираются обсудить. Так что Джо Байден попытался еще раз убедить и американцев, и конгрессменов о том, что помощь Украине крайне необходима. От этого зависит, даже зависит положение Соединенных Штатов на международной арене в мире. Вот такие вот. Ну и еще хочу вам еще речь одного фюрера представить это, точнее не представить, а прокомментировать это Путина. Американский институт изучения войны проследил его новогоднюю речь. Во-первых, речь была сокращена, она была короче, чем обычно, это раз, надо отметить. И второе, речь смонтирована. Это не настоящая видеозапись, потому что, если вы просто внимательно посмотрите видеоролик, он выложен и в Ютюбе, сейчас уже гуляет. Там костюм стоит неподвижно вместе с галстуком и рубашкой, а голова и область шеи двигаются. То есть, это видно, что одно изображение, изображение лица или головы наложено на изображение какого-то человека в костюме. Вот такая вот. Да, это человек похожий на Путина, но то, что это монтаж, это даже увидеть ребенок невооруженным взглядом. Ну, да ладно, но тем не менее, речь была довольно интересная. Путин использовал свое ежегодное новогоднее обращение для того, чтобы конкретизировать расистские идеологические приоритеты на 2024 год. В частности, опустив любые упоминания о войне, то есть, в речи Путина войны нету, СВО тоже нету, но вот идеология есть. И в чем она? В отличие от прошлогоднего новогоднего обращения, но самое интересное, прошлое новогоднее обращение он декларировал на фоне елки и Кремля, и как бы стоял в гордом одиночестве, как это происходило обычно. Сейчас он это сделал среди военных штаба Южного военного округа. В штабе Южного военного округа, это город Ростов, работает оперативная группа во главе с Герасимовым, начальником генштаба РФИ, который организовывает, планирует и руководит всеми боевыми действиями на территории Украины. То есть, понятно, да, тонкий намек на поддержку военных со стороны якобы президента России. С другой стороны, ни слова о войне России против Украины. И он говорил, но при этом он, Путин или человек, похожий на Путина, очень обратил внимание и открыто говорил о целях РФИ в Украине. И показывает, что это чуть ли не приоритетные интересы Рашистской Федерации на 2024 год. Также он очень кратко решил поблагодарить рашистских военнослужащих за борьбу за правду и справедливость. Вот так вот он сказал. Но он не сказал про СВО там или что-то другое. А в остальном сосредоточился на подчеркивании российского национального единства. Заявил, что 2024 год станет годом семьи. То есть, то, что гибнут рашистские граждане, это вот так вот понимает, видимо, человек, похожий на Путина, год семьи в Рашистской Федерации. То есть, члены семьи погибают благодаря его политическим амбициям. А Априон при этом объявляет 2024 год годом семьи. И говорит, что, подчеркивает, что рашистская семья это костяк многонационального народа России. То он говорил, что кроме русских больше никого нету и что нету даже украинцев, что мы один народ. А тут вдруг Россия стала многонациональным государством. А Россия одна большая страна, одна большая семья. Вот так вот видит Путин Рашистскую Федерацию в 2024 году. То есть, вы идите погибайте. Про СВО молчок. Спасибо военным за правду и справедливость. Что они борются, где, как и каким способом не упоминается. А вообще мы объявляем год семьи. Вот радуйтесь тому, что год семьи, что Россия это одна большая страна, одна большая семья. Вот этот девиз, который огласил человек похожий на Путина в своем новогоднем обращении. Ну что ж, мы на этом с вами первую часть нашего видеообзора по оперативной обстановке закончим. Военную, военно-политическую. Второй части сегодня не будет, потому что практически не увидел вопрос. Очень много пожеланий, поздравлений, комментариев, связанных с войной, с итогами 2023 года, с пожеланиями на 2024 годы. Поэтому сегодня будет расширенная третья часть. Сразу же это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущему видео. И первым комментарием сегодняшнего дня прозвучит следующий. Не пропуская ни одного выпуска. Привет из Санкт-Петербурга. У нас не все людоеды. Слава Украине. Вот такие вот приветствия были написаны. Еще Пушкин про русских в Евгении Онегин писал. «Они мертвых любят больше, чем живых. Где лгут и себе, и друг другу, и память не служит уму. История ходит по кругу, и с крови по грязи во тьму». Это цитата из Евгения Онегина. «С Новым Роком. Хай моя держава Украина, хай миридный Херсон, живут, тримаются, мое сердце, думки с ними назавжди. Хай Новый Рик принесет мирного неба всем. Слава Украине. Берлин». Вот так. «Пусть 2024 год будет годом полной победы украинского народа над расшистами и фашистами. Слава Украине. Героям слава. Привет из Казахстана. С Новым Годом из Сиднея, Австралия. С Новым Годом. Победы и мира из Израиля». Вам тоже. Победы и мира. С Новым Годом. Рик Велыких сподивань та нади. «Божаю переможного року, чистого неба, свежего хліба, тихих ночей, тепла та світла в кожній оселі, здоров'я та терпіння всім захисникам. Разом до перемоги. З найкращими побажаннями з Австралії». До речі, сьогодні австралійський континент звучить доволі часто. «Слава Збройным Силам Украины. Новогодні пожелання здоров'я всім защитникам і защитницам Украини. Процветання каналу. Привет із Харкова». «Спасибо». «Салам алейкум, Україна». Ну, тут, по-моему, уже даже все понятно откуда. В своїх записях «Воспоминання солдата» Хайц Вильгельм Гудериан, генерал-полковник Вермахта, писал. «Здравый смысл не в состоянии понять, как оказалось возможным истреблением десятков и сотен тысяч солдат Красной Армии просто на потеху советских военачальников. Немецкие пулеметчики сходили с ума, уничтожив за 30-40 минут около полутора тысяч солдат Красной Армии». Цитата из «Воспоминаний Гудериана». «Ода могильзованного скребца. Жена кричит, куплю я ладу, сынишка хочет самокат, а тестью новую теплицу и самогонный аппарат. И дед кричит, глотая слюни, в атаку первым ты иди. И тут я понял, наконец-то, как много значу для семьи». Ну, даже вот такие новогодние частушки. «Зализный генерал залужный в усих смыслах». Неплохо было бы в этом году еще и взяться за тех, кто разворовывает бюджетные деньги и деньги, поступающие на военную помощь. Об этом мечтается страна. По боевым уставам сухопутных войск Советского Союза батальон Рота 1968 года, редакция маршала Советского Союза Чуйкова. Потери наступающая сторона, обороняющаяся сторона, один к трём. Но советские и российские военачальники никогда не придерживались этих параметров. Брусиловский прорыв на одного убитого австро-венгерского солдата было убито пять русских солдат. Дикая туземная дивизия при прорыве обороны под Бродами 1915 года потеряла в 11 раз больше солдат, чем Австро-Венгрия. Рекорд «Висло-Одерская операция» Великой Отечественной войны или Второй мировой. Мясника Жукова, где на одного немца было убито 17 красноармейцев. Мировой рекорд потерь. И сейчас Россия забрасывает своими трупами весь Лугандон. Процветание вам, Украина! Слава залужному! Завжди слухаю вас за Америки. Перемоги Украине та Божьего захисту. С наступающим Новым Годом! Скорейшей всем нам победы! Одесса! Да, Одессе пришлось в этот Новый Год не сладко. С Новым Годом! Вас и всю Украину из Москвы! Удачи и счастья вам! Слава Украине! С наступающим Годом, дорогие украинцы! Терпения вам и храбрости в Новом Году! Цена мира только победа. Мир ценой договорничка это унижение и распад. Добро победит зло. А если не сдаваться? Либо Россия, либо Украина распадутся по итогам этой войны. Надеемся и верим, что победит Украина и распадется Мордор. Победного мира вам, дорогие и храбрые украинцы! Весь цивилизованный мир молится за вас и восхищается вашей храбростью. Теплый привет вам из теплой Армении и победного мира в 2024 году! Слава Украине и храни вас Бог! Неожиданно, даже для меня было. Швеция присоединяется. Но тут на шведском языке я не переведу. Скорее всего пожелания перемоги. Поремоги. Желаю здоровья, стойкости и перемоги над чумой современности рашизмом. Хорватия с Украиной. Была, есть и будет. Слава ЗСУ! Слава Украине! Героям спасшим, в том числе Молдову и огромное число ее граждан, от неимоверных ужасов, слава, низкий поклон. Я думаю, у нас с Молдовой еще будут совместные дела, начиная с ликвидации Анклава в Приднестровье. Дякую, вклоняюсь нашим воинам. Херсон, вас витая! Слушаем вас также из Чехии. Божаю вашему героическому народу скорейшей победы. Всем вам удачи, здоровья и счастья. Слава Украине! С Новым Годом, Украина! Желаем вам только победы. Молдова с вами! Всех украинских защитников и всех украинцев поздравляю с Новым Годом! Я к огромным достижениям проходящего года отнесу и службу спасения, которая работает как на фронте, так и в нашем тылу, спасая всех, вывозя из линии фронта и доставая из-под завалов. И, конечно, огромный поклон медикам, которые просто вытаскивают всех, кого можно только по возможности спасти и, наверное, кого нельзя. Огромное вам всем спасибо и тоже берегите себя. Украина выстояла против такой навалы. Мы непалы, мы тримаемость завдяки нашим захистникам. Разом до перемоги! Переможного Нового Року! Схиляемо голову в глубокий пашані перед всіма, хто тримає фронт. Памятаємо кожного воина і завдяки кому ми у вільній країні. Пане Олеже, вітаємо вас з Ірпеня! Слава Україні! Ну, майже сусіди. Дякую. Слава Україні! С наступающим Новым Годом! У вас успехов вам, українцы, в Новом Году! И только победы вам желаю! Ви сильные и смелые! Пусть фортуна, удача будет только на вашей стороне! Казахстан, Караганда! Сьогодні написала своїм друзям, хочу цим поділитися і тут. Пам'ятайте, як ми запускали салюти на Новий Рік. Вже немає в нас салютів. Так треба кинути трохи на дрони. Зробимо про російські армії салют. Хай їм буде приємно в лавках. Підтримуйте! Це ще раз на такій патриотичній ноті. Ми сьогодні закончимо наш обзор оперативної обстановки. І да, начну тоді з того, що напомінаю, продовжується збор сріст на комплектуючі для производства дронів волонтірським фондом «Незламний серця» для наших славянних бригад. Поэтому не забываем, реквизиты для помощи фонда ви найдете в описіне к этому видео. Ну а я благодарю вас за ваше внимание, що ви досмотрели до цього момента. Як завжди, приглашаю підписатися на мій канал, те, хто ще не підписан. Також прошу поставити лайк этому видео, тем, хто його смотрит. Тоді його змогут увидеть як можна більше людей. От себе добавлю слава благодарності спонсорам і тим, хто допомагає моєму каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в силу оборони України. Перемога! Наша слава Україні!